2003 год. Саудовская Аравия. Именно здесь доживал остаток жизни диктатор, угробивший родную Уганду. Шейхи решили приютить борца после того, как тот бежал, потеряв власть. В последние годы жизни бывший правитель страдал от повышенного давления, поэтому часто обращался к врачам. Летом 2003-го он оказался в госпитале имени короля Фейсала в Джиде. 20 июля одна из его жен Медина объявила, что Амин впал в кому. Всю жизнь он страдал разными фобиями. Самая страшная мания преследования. Ему везде мерещились убийцы, которые желали его смерти. Он каждый раз ночевал на новом месте, окружил себя многочисленной охраной и постоянно менял маршруты передвижения. Даже вдали от Уганды он страшился смерти, хотя и говорил постоянно, что знает время своей кончины и того, кто лишит его жизни. Мол, увидел когда-то пророческий сон. В коме тиран провел неделю, врачи даже говорили о том, что он может поправиться, но этого не случилось. Позже причины смерти называли разные. Почечная недостаточность, инфаркт. Ему было 78 лет. Предположительно, ведь точной даты рождения диктатора никто не знает. На родине его объявили национальным преступником и запретили хоронить в Уганде. Несмотря на то, что не стало тираном, многие в Уганде оплакивали его. А брат бывшего диктатора, Амуле, говорил, что образ тирана придумали для Амина его враги. Эти убийства были совершены теми, кто был против него. И они делали это, чтобы саботировать его правительство, чтобы испортить его имя, чтобы другие думали, что это сделал он. Чем же прославился диктатор? Сэр, вы хороший человек? Да, я очень крутой. И я никогда не сдамся. Если я хочу что-то сделать, то я не позволю этому решению измениться в моем сознании. В 1972 году двухметровый и 120-килограммовый угандийский президент Иди Амин приказал удлинить свой мундир. Но не потому, что поправился. Просто не хватало места для новых британских орденов и медалей, которыми его на самом деле вообще никто не награждал. А потом Амин вдруг стал доктором всех наук, королем Шотландии. К этой стране он питал особую слабость. Так вождь распорядился организовать музыкальную группу, которую отправил в Шотландию, чтобы ее участники научились играть на валынке. Впоследствии музыканты в шотландских национальных костюмах нередко выступали на официальных мероприятиях Амина. Затем глава Уганды присвоил себе титул завоевателя Британской империи и повелителя всех зверей на земле и рыб в море. Я пришел сюда на пять минут. Пришел как президент республики Уганда. Также я говорю как великий человек, который является завоевателем Британской империи. На первый взгляд, такому горе-президенту место в сумасшедшем доме. Однако Иди Амин 8 лет был президентом Уганды. Он считается самым жестоким и кровавым диктатором Африки. Амин причастен к смерти полумиллиона своих соотечественников, более двух тысяч из которых убил лично. Жестокость – это хорошо, потому что люди уважают вас. А крутые люди – это качество, которое присуще высокому командованию. Потому что когда отдается приказ, приказ отдается сильным человеком. И все должны быть послушными. Историки говорят, жестокость Амина проявилась еще в детстве. Будущий диктатор родился у матери-одиночки и очень рано понял, что рассчитывать нужно только на себя. Люди, которые знали его в детстве, сказали, что он был очень жестоким. И на самом деле он вступал в драки с другими детьми. И один из его бывших друзей детства сказал, что порой, если бы они не вмешивались, чтобы остановить драку, Амин бы убил другого ребенка. Ребенком он чистил выгребные ямы британских солдат. Потом пошел на повышение, травил сапоги воинов и продавал печенье у казарм. Впоследствии на коренастого аборигена обратили внимание офицеры и предложили службу в колониальных войсках. Он был чрезвычайно сильным мужчиной. При росте в 190 сантиметров он был потрясающе сложен, силен как дуб. Кстати, Иди Амин отлично зарекомендовал себя на службе английской короне, особенно во время карательных операций в Кении и Сомали. Кроме того, однополчанам Иди Амин запомнился как герой-любовник. Его часто заставали в постели с женщинами легкого поведения. Но офицер Амин всегда заявлял, что с ним не проститутка, а дада, то есть сестра. Поэтому к нему и приклеилось это прозвище Дада. Очень скоро Амин дослужился до лейтенанта. Это был так называемый потолок для африканцев британской армии. Когда Уганда стала независимой, Иди Амина обвинили в убийстве 40 человек из племени Токана. Но ему улыбнулась удача. Амина не только помиловала новое правительство, но и дало звание полковника. Но вскоре он снова вляпался в скандал, на этот раз коррупционный. На его счетах обнаружили огромную сумму денег. Вот тогда-то он и задумал устроить госпереворот. Я не отрезан от своего народа полностью. Я делаю себя максимально простым для людей, которые могут обратиться, с которыми я могу поговорить. Я могу решить проблемы, позволить группе людей поговорить со мной, изложить жалобу, а не останавливать их везде. Специалисты говорят, полковник Амин воровал эшелонами. За что президент Аботе хотел его бросить за решетку, но не получилось. Коррупционер в погонах возглавил военный переворот, захватил власть в стране и объявил себя пожизненным президентом. Это случилось в 1971 году. Милтон Аботе в это время был в Сингапуре на конференции Британского Содружества. Он вернется в Уганду, но как гражданин Уганды, не как президент. Совершив переворот, Амин пообещал демократию. Люди поверили. Когда он приехал в нашу деревню, я был еще совсем молодым человеком. Он прилетел на большом вертолете. Я с интересом наблюдал за тем, как он приземляется. Ни один из нас до этого никогда не видел вертолета. И когда он вышел в своей военной форме, такая колоритная фигура с пистолетами в окружении вооруженных людей, он показался нам очень нарядно одетым, и он махал нам рукой. Это был очень интересный человек. Новое дополнение нашей социальной и политической жизни. Амин и его соратники начали кампанию геноцида против племен, которые поддерживали прежнее правительство. Для начала он произвел чистку в армии, уничтожая соплеменников. Насилие чрезвычайно важно почти для любого диктатора, потому что его можно использовать не только как возможность укрепить свою власть над властью, но и избавиться от противоборствующих сил. Некоторых людей натурально ел. Из Уганды сбежали 15 министров. Почти все учителя, строители и инженеры, потому что боялись, что президент их съест. Людоед верил, что употребляя мясо умных людей, и сам умнеет. Кстати, новый правитель Уганды едва научился читать в 35 лет. Поэтому на митингах постоянно повторял неграмотным соотечественникам, что он настоящий выходец из народа. И это вызывало овации, хотя до того, как попасть во власть, он даже не мог оформить себе банковский счет. Нам пришлось отвезти его туда, чтобы он подписал свое имя. И он тренировался в течение 20 минут, прежде чем сумел поставить подпись, которая удовлетворила банковского служащего. А затем начались так называемые реформы. Из Уганды изгнали индусов, пакистанцев и китайцев, на которых фактически держалась экономика страны. Да, они должны уехать в их страны. Конечно, их собственность нагло конфисковывали, но уже через год угандийская валюта полностью обесценилась. Национальный банк обанкротился, закрылись тысячи магазинов, а коровы, за которыми ухаживали азиаты, сдохли. Африканцы, которые взяли на себя управление хозяйством изгнанных азиатов, попросту все развалили, ведь не имели никакого опыта управления и ведения бизнеса. Провинившихся власти сурово наказывали. Масштаб насилия был огромен. За 8 лет, что он был у власти, несколько сотен тысяч человек были убиты. Многие годы в стране не было масла, сахара, соли, активно заработал черный рынок. Цены на продукты первой необходимости взлетели. Вот что тогда говорили в репортажах иностранные журналисты об увиденном в Уганде. Страна разваливается по швам экономически. Улицы, правда, современные находятся и содержатся в довольно хорошем состоянии. Магазины когда-то хорошо были управляемы азиатами, теперь оставлены. Здесь время от времени возникает серьезный дефицит соли и сахара. Нам было очень трудно достать его в нашем отеле. На чем Амин не экономил, так это на собственной безопасности. На армию тратил не менее 65% валового внутреннего продукта страны. На образование 8%, а на здравоохранение только 5%. Единственная успешная экономическая стратегия, до которой додумался Амин, связана с террором. Пожизненный президент решил продавать тела жертв репрессий их родственникам. Например, за мелкого чиновника диктатор требовал около 2000 долларов. За тело главы провинции вдвое больше, и люди платили. Тела тех, кого не смогли выкупить родственники, скармливали крокодилам, потому что солдаты не успевали копать ямы. Если вы хотите объединить людей, и вы хотите дать людям ощущение того, что диктатор должен быть у власти, потому что он спаситель, защитник интересов, то создание общего врага – чрезвычайно эффективная стратегия. Кстати, такой же стратегией пользуется сейчас Владимир Путин, разоривший Россию. Он придумал врага, который якобы должен напасть, с тем, чтобы отвлечь внимание людей от насущных проблем и нищеты. Амин тоже практически разрушил некогда процветающую Уганду, заполнив реки страны телами своих жертв. Важной особенностью Амина является его театральность личности. Он любил устраивать зрелище, шоу, так сказать, распускать перья. В цивилизованных странах политику Амина осуждали. Вообще, на международной арене Иди Амина сначала воспринимали как шута. Ведь он объявил себя королем Шотландии и предложил перенести штаб-квартиру ООН в Уганду. Мол, там находится географическое сердце планеты. А однажды Иди Амин объявил войну Соединенным Штатам Америки и через сутки назвал Уганду победившей страной. Он позволял себе отправлять непристойные и противоречивые телеграммы мировым лидерам. Один из примеров, когда он отправил королеве Британии телеграмму, в которой говорилось, чтобы она не собирала свое нижнее белье в узел. Мир был возмущен. Как можно себе такое позволить? Отправить сообщение королеве, говоря о ее трусах. Он применил иррациональность как тактику, чтобы заставить людей говорить о себе. Он любил шоу, хорошее выступление, поэтому вел себя так возмутительно, отправляя эти послания. 27 июня 1976 года он разрешил террористам из Народного фронта освобождения Палестины, похитившим израильский авиалайнер в Афинах, посадить самолет в Уганде. Ночью в аэропорту тайно высадились бойцы израильского Моссада, спецназовцы ликвидировали 20 головорезов Амина, из семерых террористов освободили заложников и вернулись на родину. Это было личное оскорбление для так называемого «повелителя всех зверей на земле и рыб в океане». Он даже хотел установить памятник Гитлеру, чтобы хоть как-то отомстить израильтянам. Однако диктатор все же учел, что советскому руководителю Брежневу это не очень понравится. Леонид Ильич никогда не жалел денег и оружия для африканского каннибала, ведь Амин уверял, что Ленина любит, словно отца родного, и обещал построить в Уганде коммунизм. Однако строил он его только на бумаге. И все же в 1978 году Иди Амин допустил ошибку. Он объявил войну Танзании, которая к тому времени тоже строила коммунизм. Терпение в Кремле иссякло, и они перестали поддерживать режим Амин. Воевать было нечем, к тому времени экономика почти рухнула, народная поддержка практически сошла на нет, правительство почти обанкротилось, армия недополучала финансирование и выходила из-под контроля. Амин создал гипермилитаризированное государство. Он со временем создал несколько разных организаций, которые отвечали за разные аспекты безопасности в стране. Эти группы накапливали все больше власти и уже не обязательно были лояльны к нему. Милитаризм, который принес ему власть, в конечном счете и погубил его. Хотя сначала все шло по плану кровавого вождя. Угандийская армия захватывала территории, грабила, убивала, но Амин недооценил врага. Рано решил, что победил. Танзанийцы не собирались воспринимать легкомысленно. Все вернулись с полной силой и оттеснили Амина и его войска обратно в Уганду. Поэтому вместо того, чтобы дать отпор, войска очень обветшали. Был просто беспорядок. Поэтому танзанийской армии, которая была хорошо организована, было легко преследовать Амина и его солдат. В итоге танзанийцы победили. Танзанийские воины и местные повстанцы заставили каннибала спасаться бегством. Они бы не простили сотни тысяч убитых и замученных по приказу Амина людей. Бежать, прихватив награбленное богатство и многочисленных жен и детей, он решил к давнему другу, лидеру Ливии Муамару Каддафи. Позже он нашел приют в Саудовской Аравии. Там и умер в 2003 году. Амин жил в постоянном страхе, ведь все время получал угрозы. Его мания преследования на исходе жизни материализовалась. Амин закончил свои дни, так и не заплатив за насилие и разрушение, которые он принес. Спустя время он хотел было снова вернуться в Уганду и захватить власть, но ему дали понять, что лучше этого не делать. Больше всего поражает, что людоед, отправивший на тот свет 500 тысяч человек, просто обожал добрые мультфильмы Диснея. Иди, Амин умер не на эшифоте, как того заслуживал, а на больничной койке. И по слухам, перед смертью людоед как раз смотрел мультики. Я пришел сюда на 5 минут. Пришел как президент республики Уганда.